Покушение на Трампа окончилось самой крутой в мире обложкой для альбома. Добро пожаловать, я Крис Чаппелл. Пару дней назад самым большим политическим скандалом было достаточно ли у президента Байдена ментальных способностей для должности президента после столь неудачного выступления на гебатах. А теперь его оппонент Дональд Трамп пережил покушение на убийство, так, чем доказал, что лучшее питание для выживания человека — это диетическая кола и Макдональдс. Но ведь и правда, как у Трампа это получилось? Ему почти 80, и у него больше энергии, чем у меня за всю мою жизнь. А после того, как его задела пуля, он позирует для самого каноничного фото в современной истории Америки. Погодите-ка. Трамп — человек, который хочет искоренить коррупцию в политической системе, и известный своими сомнительными сексуальными приключениями, только что пережил покушение? Он больше Кеннеди, чем сам Кеннеди. Но это покушение — совсем не шутки. Это всё очень серьёзно. Пуля зацепила ухо Трампа. Один дюйм в сторону — история мира бы изменилась. Стрелок был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс. На время записи этой передачи о нём ещё не так много известно, так что я не хотел бы спекулировать по поводу его личности и мотивов. Я уверен, что в ближайшие дни мы узнаем больше. И не надо забывать, что при покушении на Трампа также погиб человек на митинге. Невинный человек, которому пуля попала в голову. Ещё два человека были ранены. Если бы это не было покушением на Трампа, то главной новостью субботы была бы смерть Ричарда Симмонса в 76 лет. Мало же, чем Трамп. Говорю вам — диетическая кола и Макдональдс. Также Трамп считает, что слишком много спорта — это тоже нехорошо. Так, к слову. И, естественно, некоторые реакции на покушение на Трампа ещё ярче показали уровень Трампа помешательства. Некоторые первоначальные сообщения в СМИ были просто идиотскими. Вашингтон-Пост написал, что Трампа увели из-за громких звуков на митинге в Пенсильвании. USA Today написала, что секретная служба увела Трампа со сцены после того, как бывший президент испугался громких звуков. А CNN написала, что секретная служба увела Трампа после того, как он упал на митинге. Я удивлён, что CNN не добавила, что это было в основном мирное покушение. На следующий день Нью-Йорк Таймс всё ещё не использует слово на букву «П» — покушение. И заметьте, что они использовали эту фотографию вместо той уже ставшей канонической с американским флагом. Но знаете, кто на самом деле злодей? Трамп! Вот Джейми Гангел из CNN. После того, как в него попали, бывший президент Трамп поднялся и сказал, «Сражайтесь, сражайтесь». Но мне кажется, что люди считают, что это не тот посыл, который нужен прямо сейчас. Я удивлён, что CNN вообще не сказали, что ухо Трампа агрессивно напало на невинную пулю. Вот Маргарет Беннон из CBS. Я заметила, что не было призыва к снижению напряжения. Не было никакого сигнала его сторонникам не начинать мстить или другим способом эскалировать ситуацию. Newsweek написала, «Мага озлоблена после ранения Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании». Ха! А откуда же у него это ранение? Может, это было попыткой покушения? Но, конечно, мы должны думать о сторонниках Трампа, ведь они могут совершить акты политического насилия. Именно об этом мы и должны беспокоиться после произошедшего акта политического насилия, совершённого тем, кто уж точно не является сторонником Трампа. И реакция многих людей на покушение была просто безумной. Как, например, вот этот уничтоживший карьеру пост от сената Стивена Вудро из Колорадо, где написано, что «Сочувствие дьяволу – это последнее, что нужно было Америке, но куда деваться?» Позже он удалил свой аккаунт. Соцсети великолепны для срочных новостей, но ужасны для срочных мнений. И, конечно же, мемы. Симпсоны больше не предсказывают будущее. Настало время покемонов, и, естественно, китайский интернет-магазин «Таобао» уже продаёт футболки с Трампом после покушения. Но, конечно же, без американского флага. Но главный вопрос, который все хотят задать – как это вообще могло произойти? Снайпер был на крыше в 400 футах от Трампа. И снайпер не особо-то хорошо прятался. Люди заметили его и пытались предупредить секретную службу. Мы заметили парня, ползущего, ну, как в армии ползают, по крыше этого здания позади нас. Мы показывали на парня, ползущего на крыше. У него было оружие, верно? У него было ружьё. Нам было хорошо видно, что у него ружьё. Мы показывали на него. Полиция бегала там снизу здания, и мы такие, «Эй, там на крыше парень с ружьём». А полиция такая, «А, чё?» Как будто не видели, что происходит. Вот вам ещё видео того, как обычные люди больше на стороже, чем секретная служба. У него оружие! У него оружие! Он на крыше! Он на крыше! Согласно бывшему офицеру отдела кадров снайперского отделения армии США, команда снайперов следила за возможными угрозами на крышах, но у команды было только одно длинноствольное оружие. А желательно, чтобы рядом с ними ещё находились люди с автоматическими винтовками, которые могут отреагировать гораздо быстрее. Они просто не могли быстро отреагировать. Очевидно, что это был провал службы охраны. Кое-кто винит в этом ДИАИ – разнообразие, равенство и вовлечённость, а не просто то, что в секретной службе были женщины. ДИАИ является приоритетом для главы секретной службы Кимберли Читл. Сидя в этом кресле, я прекрасно понимаю, что мы должны привлекать более разнообразных кандидатов. Мы должны убедиться в том, что мы развиваемся и даём возможность участвовать в нашей работе всем, особенно женщинам. И хоть пока для такого вывода ещё недостаточно доказательств, но это ещё никого никогда не останавливало. Соцсети полны людей, чьей автоматическая реакция была обвинить во всём, что происходит в противоположную сторону. А что происходит – неважно. Например, сторонники левых заявляют, что попытка покушения была постановкой, и очевидно, что Трамп сделал это специально для победы на выборах. А тем временем сторонники правых заявляют, что попытка покушения была очевидно организована федералами, чтобы убрать Трампа ещё до выборов. Эндрю Тейт назвал это госпереворотом. Другие указывают на то, что на прошлой неделе Байден сказал крупным спонсорам, что пора взять Трампа на мушку. И, конечно же, это не просто распространённое выражение. Нет, очевидно же, что он попросил спонсоров убить Трампа. И, естественно, есть ещё Алекс Джонс, снова выпускающий ролики на X. Выслушайте меня внимательно. Я уже давно говорил о том, что они попытаются убить Трампа. А после того, как они убьют Трампа, потом они примутся за всех его главных сторонников. И они также попытаются убить Байдена и обвинить в этом сторонников Трампа. Вот их следующий шаг. Стоп, я думал, что приказ на убийство отдал Байден. Это общая проблема с крайне правыми. Они всегда распространяют теории заговора. Вот как в прошлом году, когда Такер Карлсон был назван конспирологом, говоря, что Америка всё ближе к убийству Трампа. Что ж, этот заголовок уже смотрится не очень. В отличие от Трампа, ещё раз диетическая кола и Макдональдс. Но если смотреть только на крайние сообщения с обеих сторон, на всю эту жуть, заполонившую интернет, то можно пропустить всё остальное. Вроде того, как ключевые демократы жёстко осудили политическое насилие, несмотря на свои политические разногласия с Трампом. Бывший президент Барак Обама призвал американцев воспользоваться этим моментом, чтобы вернуться обратно к цивилизованности и взаимоуважению в политике. И даже Клинтон сказала, что у неё сердце разрывается. А я ведь слышал о том, что Клинтон и не так уж и против убийств. И хотя это покушение стало очень мощным толчком к кампании Трампа, но в своих заявлениях он не продвигает повестку своей кампании и не говорит гадости про стрелка. Вместо этого он призывает людей не бояться и оставаться стойкими в своей вере и непоколебимыми перед невзгодами. Он также сказал, мы соболезнуем другим жертвам и их семьям. Президент Байден также выступил с осуждением покушения на жизнь Трампа. Байден сказал, в Америке нет места такому. Мы все должны осуждать такое. Это всё ужасно. Ужасно. А его команда сразу же начала убирать негативные ролики, направленные против Трампа. А вечером Байден лично позвонил Трампу по телефону. Ох ты. А я ведь был уверен, что они не особо захотят общаться, особенно после того, как они отказались пожать друг другу руки на дебатах. Сможет ли это покушение помирить Трампа и Байдена? Нет. Но, может быть, люди перестанут сравнивать Трампа с Гитлером? Может. Тоже не. Окей, я пошёл за диетической колой и Макдональдсом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА